а помните тогда когда витя умер как нам говорили что это несчастный случай никто не верил многие разбирались те кто разобрались говорили людям что в чем причина писали даже на автобусах на стенах что мы отомстим мы не забудем ну что ребят забыли забыли сейчас подойти на улице у любого человека более менее взрослого спросить кто такой виктор цой он конечно ответит это автор исполнители песен там революционер он рассказывает он расскажет как и витя цой жил а как умер виктор цой он знает он скажет что он разбился в дтп столкнулся с и карусом там еще мамы прикольные были помните весело а что дальше ну как он он ответит что это был несчастный случай несчастный случай и все больше никто ни о чем не знает я расскажу этом видео о том как все происходило на самом деле тогда работали не только официальные ребята еще не официальные которые действительно раскрыли это дело но почему-то люди до сих пор не знает как умер виктор цой как убили видео официальная версия автомобиль которым управлял виктор цой двигался со скоростью около 130 километров в час выехал на встречную полосу столкнулся с автобусом музыкант умер водитель автобуса жив давайте разберем ситуацию подробно вы водитель вы едете на своем автомобиле едете по дороге никого не трогаете в каком случае начнете сворачивать на обочину вправо по какой причине вы это сделаете если увидите что слева на вас надвигается опасность логично правда а теперь представьте вы едете за рулем автомобиля и видите как по встречной полосе медленно едет транспорт причем на половину этот транспорт едет по обочине в таком случае вы бы свернули вправо причем резко да никогда в жизнь водители каруса в том дтп начал сворачивать на обочину за 19 метров до точки столкновения с москвичом на котором ехал видите это официальная версия которая вот уже 30 лет вписано в документ также они писали что автобус двигался со скоростью 70 километров в час до здесь немного будут сложные такие детали которых которые сложно представили голове кадров у меня нет тогда регистраторов было очень мало так как авто экспертиза в этом дтп не проводилось все писалось только со слов водителя и каруса больше свидетелей не было почему следствие не проводило автоэкспертизу остается только догадываться причем автоэкспертизу проводят даже в незначительных дтп а здесь такие масштабы с личностью известны на весь мир почему а черт его знает если бы ее проводили исследователи не смогли бы логически объяснить такое дтп которые они нам предоставили ведь там множество нестыковок и у людей бы начали появляться вопросы кому-то это было невыгодно кому-то кто может управлять даже милицией отсюда получаем официальную скорость и каруса которую сказал водитель автобуса и все окей пускай так и карус едет 70 километров в час и за 19 метров до точки столкновения с москвичом водитель автобуса начинает крутить руль вправо понимаете вправо это значит к обочине а москвич стал уходить в сторону всего за пять метров понимаете меня сто процентов можно сказать что москвич не ехал со скоростью 130 километров в час максимум несколько километров в час иначе если бы москвич летел на такой скорости и увидел огромный автобус он бы метров за 50 70 начал съезжать в сторону на обочину здесь всего 5 метров это официальные данные что-то они там просчитались то есть виктор ехал и еле-еле по своей полосе а потом внезапно повернул навстречу автобусу водитель автобуса увидел выезжающую на него машину и начал сворачивать за 19 метров но уже не успел так что же заставило витю свернуть навстречку если он так медленно ехал похоже на самоубийство чтобы понять почему случилось это дтп надо вернуться немного назад за несколько часов до аварии виктор цой просыпается рано утром и собирается на рыбалку вместе с видео и проснулась вся семья в том числе и его сын значит виктор знал что семья уже проснулась гражданская жена говорит что сейчас я приготовлю завтрак и поедешь он говорит да не они еще на рыбалочку быстренько съезжу приеду тогда уже позавтракаем то есть задерживаться ему на рыбалке но не было смысла после дтп в багажнике москвича найдут всего две рыбешки две штуки значит рыбалка в тот день но не задалась как минимум до этого дня четыре дня подряд стояла жаркая погода дождя не было и так цой поймал всего две рыбешки и как известно на рыбалке он провел порядка 5 часов получается цой знает что его ждет семья на завтрак и он пять часов сидит у воды просто так впустую конечно может быть такое но это маловероятно а сейчас самое главное перед точкой дтп за несколько метров до этой точки по обочине видны были следы от колес москвича правые два колеса были на обочине а левые два колеса ехали по асфальту после дтп доказали по протекторному рисунку колес что это были именно колеса от автомобилей виктора цоя в том месте обочина это песок и небольшая травка день был жарким у следователя приехавшего на место дтп каблуки проваливались в эту обочину и когда москвич выехал полностью четырьмя колесами на асфальт два правых колеса оставили след на асфальте было четко видно две полосы из земли вы поняли которая потом переходит в одну понимаете такой грязный след колеса могли оставить только утром когда земля была еще сырая была роса ведь когда выходит солнце земля быстро каменеет а дтп произошло в 11 часов 28 минут значит цой приехал на рыбалку посидел там у воды ну максимум один-два часа и поехал обратно по пути домой когда была еще раз а ранним утром его остановили остановки или он был вынужден остановиться установки провел на остановке примерно три или четыре часа и после этого начал потихонечку выруливать на дорогу затем снова свернул на обочину проехал 10 метров и опять выезжает на асфальт только уже после этого раза следов от правых колес не остается это говорит о том что виктор цой простоял на месте первой остановки у обочины несколько часов в рассе затем роса высохла его автомобиль продолжил движение причем в тот момент когда ехал автобус прям прям трындец какая удивительная ситуация скорее всего настоящая картина выглядела так виктор цой отправился на рыбалку посидел у воды максимум час-два возвращается домой и был вынужден остановиться на остановке где его уже заранее ждали ведь не зря же он остановился именно установки потому как но здесь вырез большой и в этот период что он провел на остановке несколько часов случилось нечто что привело или к уже гибели виктора цоя или его обездвижили затем в заданное время усадили виктора цоя за водительское кресло и начали толкать автомобиль до нужного места столкновения но видимо слишком рано начали толкать и караса еще не было по времени видно или позади ехала крупная техника и они свернули на обочину снова затем опять вывернули на асфальт и как увидели мчащийся автобус повернули рулем в сторону и караса а сами отбежали от точки столкновения автобус возвращался с ремонта и по рации контролировать во сколько он выйдет с автосервиса и примерно во сколько будет в этом повороте крайне легко это расследование проводило множество технических экспертов не государственных независимых и все склоняются именно к такому развитию сюжета и официальная версия о том что москвич ехал со скоростью 130 километров в час и потом перед поворотом врезается викарус до такого быть не может ведь поворот очень крутой и вильнув рулем влево на скорости 130 километров но машину просто бы перевернула несколько раз а если бы и не перевернула то ну в лепешку витя разбился бы об этой карус в лепешку и все но там повреждение было не столь такого уж и большое это водитель автобуса янис фибикс именно он был водителями каруса и в тот день именно он он жив до сих пор оказывается он все эти годы после того как убил виктора цоя он продолжает работать водителем автобуса каждый год на дату рождения и смерти приносит к памятнику на то самое место цветы